Слава им не нужна и величие, Вот под крыльями кончится лёд. В зале ещё пусто, это только генеральная репетиция вечернего спектакля. Актёры Вологодского театра для детей и молодёжи готовятся в 26-й раз показать спектакль-притчу Марьи на поле. Три 100-летних старухи олицетворяют главные жизненные ценности – веру, надежду и любовь. Последнюю играет Елена Авдеенко. Преображая свою героиню Серафиму Фёдорову из пожилой женщины в молодую полную силу. На сцену актриса сегодня выйдет и для того, чтобы принять поздравления с юбилеем. Родилась в Тамбове, окончила Воронежский институт искусств, а стала Вологжанкой. Актриса Елена Авдеенко уже 32 года верна театру для детей и молодёжи. Любая роль ей даётся легко, будь то маленький мышонок, столетняя старуха, гордая мэрия из алых парусов или мудрая лиса из маленького принца. За свой срок службы в Вологодском театре она примерила на себя порядка 100 образов. Почти 30 лет Елена выходит на сцену в костюме озорного мышонка из сказки про кота Леопольда. В него и других её персонажей – Мальвину, Дюймовочку, Белоснежку – влюбляются самые юные зрители. Среди героев-взрослых целая палитра образов. От романтика до скептика, от наивного до сложного, от комического до трагического. У меня ближе роли те, которые я понимаю, чувствую, чтобы была душа, чтобы было развитие, чтобы было какое-то движение. То есть вообще наша профессия, она исследует человека, его страсти, его душу, его чувства, его эмоции, что, зачем, как и почему. И вот это всегда интересно, это вообще суть и смысл нашей работы. Елена Васильевна – одна из старожилов театра для детей и молодёжи и пришла сюда почти в самом начале его основания. Десять лет назад она получила звание «Заслуженный артист России». В том же году за роль Мирры в спектакле в списках не значился, она стала лауреатом государственной премии Вологодской области. И это только часть её наград. Главное – признание зрителей. Самый главный вклад актёра – это его отношение, во-первых, к профессии, это высокий профессионализм и то количество ролей, которые было сыграно на этой сцене, в этом зале. И нигде больше. Она после института Воронежского пришла работать в этот театр и нигде больше не работала, только здесь. Поэтому вклад актёра, актрисы за эти годы даже оценить сложно. Сейчас артисты театра для детей и молодёжи готовятся ещё к одному юбилею, но уже спектакля. Так полюбившиеся зрителям «Алые паруса» покажут в сотый раз. Татьяна Колосова, Евгений Тюнев, Новости Вологды.